Битое стекло на сиденьях крыши малолитражки просело на несколько сантиметров под тяжестью обрушившихся кирпичей. Бок припаркованного по соседству внедорожника в смятку. Оба этих транспортных средства принадлежат молодой семье Киушевых. Собирался на работу, так сказать, просыпался только-только. И услышал грохот, как землетрясение что ли небольшое такое. Вот проснулся, машина запеликала сигнализация. Тут все, что смог, по-быстрому выбежал. Соседка выбегает, говорит, стена упала. Обрушение пятиметровой кирпичной стены произошло около 7 утра во дворе на улице Канавинской. На место приехали сотрудники чрезвычайных служб. В госпитализации никто не нуждался. Периметр огородили лентой. После распада Российской империи здесь находились коммуналки. Комнатки маленькие, хозяйство свое хранить где-то надо было. Были построены изначально деревянные сараи. В середине 80-х сарай снесли, установили каменные. Вот задняя стенка, в которой огромная трещина. Тоже вековая. И судя по тому, в каком она состоянии, это обрушение может быть далеко не последним. Сотрудники близлежащих офисов, глядя на состояние сарайной стены, прогнозировали обрушение. Это был только вопрос времени. Там у нас самое низкое место перед стеной. И оно единственное, где не заасфальтировано. Двор весь заасфальтирован, а там нет. Вся вода скапливается там, на земле. Это, естественно, впитывается, все это проседает постоянно. Стена вот отходила, отходила. Тут у нас как бы и вибрация еще идет, трамвай идет, вибрация есть. Вот когда стали строить метро, да, видимо, нарушили, это грунтовые воды же кругом, нарушили систему грунтовых вод. И вот эти все старые дома стали трещать, вот дома до революционной постройки. В том числе и вот эти вот ветхие сараи. И вот, видимо, стена кирпичная, она же очень толстая такая. Ясно, что она когда-либо рухнет. Никто сейчас не занимается этим, чтобы что-то ремонтировать. Жители говорят, что начиная с 2005 года они писали в адрес домоуправляющей компании района с жалобами на состояние сараев. Безрезультатно. Позже дома до революционной постройки были сняты с баланса ДУК экономического района и поставлены на баланс городской управляющей компании, как ветхие. Раньше у нас на Советской 15 была общая, ЖЭК был здесь. О том, что у нас то лестницы проваливаются, то дорожки проваливаются, доски. Мы уж самостоятельно меняли. Сами ремонтируем. Да, все сами делаем. Никто ни на что не откликается. Единственный наш минус, то, что мы писали в одном экземпляре, а не в двух. Поэтому у нас как бы нет копий всех этих заявлений. А так как нас передают из одной компании в другую компанию, то есть ни концов, ни краев не найдешь. В администрации района нам пояснили, что сейчас устанавливается, на чьем балансе находятся эти постройки и кто понесет ответственность за произошедшее. Олег Лавров и Вячеслав Орлов. Патруль. ННТВ.